Внимание! Невероятно редкий шанс вернуться в прошлое. 14 декабря 2024 года в 18.00 по московскому времени на проекте WoW Circle свои врата распахнет новый игровой мир Battle for Zero с рейтами X5, на котором вас ждет. Постепенное открытие контента, начиная с обновления 8.0. Раскройте мотивы Сильвана Витрокрылой и положите конец древнему богу Зоту. Хорошая работоспособность с упором на контент БФА. Некоторые интересные модификации, к примеру, ПВЕ-спектатор. Если вы не застали это историческое дополнение, или скучаете по той атмосфере, что дарил вам Battle for Azeroth, то лучшего шанса вернуться. Уже может и не появиться. Если вас заинтересовала игра на Battle for Azeroth, то бегом по ссылке в описании. Если скорость загрузки видосиков на ютубе вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на Дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Иметь в наличии кучу различных телепортов нереально полезно. Можно быстро телепортироваться из одной точки в другую, сделать какой-то квестик, забрать какой-то итем, например, связанный с Тайнами Азерота, которые посвящены годовщине. На текущий момент это реально актуально. И в этом видео мы займемся сбором колечка из Каражана. Делается оно примерно за часик. Делал я на ящерке, даже Каражан не был изучен. На видео это прекрасно видно. То есть персонаж довольно-таки новый. И в ходе этого видео будут показаны абсолютно все квестики, абсолютно все предметы. Ёмко расскажу, где что брать, где что юзать, какую сложность данжа ставить и когда данж можно не обновлять. Таким образом, сэкономить маленько времени. Начнём же. Прилетаем к Каражану. Делаем начальные задания. Сдаём их. Берём ещё немножко заданий. Делаем их. После этого настраивает данжен. Проюзать пять кристаллов и убить ластового босса. И юзаем пять кристаллов в удобном вам порядке в героической сложности подземелья. Но мой любимый порядок, самый удобный, это сначала рядом со сценой, потом Дева, потом Мороуз, потом в комнате слуг, там где пауки, и только потом рядом со Смотрителем. Убив Смотрителя, с нём вываливается кристаллик. Собрав все пять кристаллов, мы идём и убиваем ласта. После этого выходим, обновляем подземелью. Следующее задание, это убийство десяти монозмеев и использование пяти книжек, которые будут находиться на втором этаже этой небольшой комнаты. Дам небольшой совет. С целью того, чтобы быстро выходить из данжена, мы можем вступать в какую-либо заранее собранную группу и потом из неё ливать. Через минуту нас выкинет на кладбище к началу этого подземелья. Но, важный момент. Не стоит ливать в тот момент, не стоит джойниться вообще в какую-либо группу, когда вы ещё не сделали задание. Полностью завершили, появилась иконка вопросика, только тогда в какую-либо группу заджойнились и потом из неё ливайте. Не экспериментируйте. Обновляем подземелье, также зачищаем сцену, также убиваем мороза, также забираем с него ключики, поднимаемся к Смотрителю, убиваем Смотрителя и рядом с ним будет ящик. Забираем его, делаем махинацию, сдаём задание. Сдав задание, берём рядом с мопчиком ящик. Этот ящик нам нужно отнести в стойло. После убитого Смотрителя нам не нужно обновлять подземелья. Мы заходим в данжен, мы разворачиваемся, заходим в этот портальчик и постепенно спускаемся в стойло. Я не особо сильно ускорил этот участок, в целом всё видно, в целом всё понятно, куда двигаться. Обновляем подземелье и нам нужно собрать три предмета. Первый предмет падает с трэша. До убийства первого босса куча трэша имеется, келяем, лутаем. Второй предмет падает с первого босса. С этой сцены, с этого оперного зала любой босс подойдёт, убили, вылутали. Третий предмет находится рядом с предластом. То есть нам не нужно убивать ластового босса. Мы в тот момент, когда убили шахматную доску, поворачиваем налево, находится стульчик в углу и с него забираем предмет. После этого, делая махинацию, выходим из подземелья. Обновляем подземелье и ползём в комнаты слуг. Наша задача аннигилировать 40 паучков. Если вам вдруг их не хватит, то наступаем на паутинки. Свисающие пауки выпадут на землю, таким образом вы легко набьёте счётчик. Начинается самая ответственная часть нашего похода. Для начала выбираем эпохальную сложность. В этой эпохальной сложности мы будем призывать босса под названием «Ночная погибель». С этого босса мы вылутаем обугленные фрагменты. Это квест-итом, который мы сдадим и получим колечко. Для того, чтобы призвать босса «Ночная погибель», нам потребуется использовать 5 кристалликов. Эти кристаллы мы уже юзали в самом первом задании, но теперь мы должны сделать это быстро. По факту, зная маршрут, мы спокойно уложимся в таймер. То есть в тот момент, когда мы заходим в подземелье, мы сразу поворачиваем направо. Нам дано 8 минут до использования первого кристалла. Справились быстрее? Замечательно. Не справились? Повезет в другой раз, как говорится. Но мы, конечно, молодцы, мы справимся само собой. Убили первого босса, юзнали первый кристаллик рядом с этой сценой. Идем к Деве, используем второй кристаллик. Идем к Мороузу, используем третий кристаллик. Берем ключики, обходим. Четвертый кристалл мы возьмем у паучков. Нажмем портальчик, поднимемся наверх. Рядом со смотрителем используем пятый кристаллик. И в тот момент, когда мы используем пятый кристаллик, этот баф с иконкой Атиеша, он переделается на нас. Будет такой фиолетовый хуман, фиолетовая мордочка. И нам дано 5 минут на то, чтобы мы прибежали на балкон. На этом балконе будет сайт Медив. Юзнув его, мы получим достижение вечеринка в Каражане. А также появится небольшая сценка. После этой сценки появится босс. С этого босса мы вылутываем квест итам. И отдав квест итам, мы получим колечко. На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Продолжение следует...